МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Финансирование федерального проекта «Комфортная городская среда» сохранят практически в полном объеме, несмотря на сокращение бюджета. Это заявление сделал Минстрой России. Решать, как будет выглядеть двор или сквер, по-прежнему смогут сами жители. Такой порядок закреплен в документах. Это позволит избежать однотипности проектов реконструкции, сделать общественное пространство комфортным и при этом учитывающим особенности и пожелания местных жителей. Ведь они, люди, в конечном итоге будут пользоваться этой средой, рассуждают в Министерстве строительства. Что ж, посмотрим, как все это реализуется у нас в Орловской области. Сегодня поговорим о преображении парков и скверов региона. Это область решения. Я Ростислав Билык. Здравствуйте. Сначала давайте поймем, что же такое национальный проект «Жилье и городская среда». Это целых четыре подпроекта. Жилье, ипотека, обеспечение устойчивого сокращения непригодного жилищного фонда и формирование комфортной городской среды. Цель последнего – повышение индекса качества городской среды на 30%. То, что делается в этом направлении в последние годы, все мы, орловчане, хорошо видим. Только в этом году в областной столице после капремонта сдали детский парк и сквер Ермолаева. Благоустраиваются сквер комсомольцев и парк Победы. Обновление этих общественных пространств стало финальной точкой в масштабной кампании по благоустройству в регионе в непростом 2020-м. Первый объект, который был сдан – это сквер имени Героя Ермолаева, тот, который, в принципе, привыкли называть скверу завода «Цикломаш». Как раз его открытие было приурочено к дню нашему городу. 5 августа мы его открыли. На мой взгляд, такой интересный, уникальный получился скверик. На нем стоят качели, те, на которых одновременно могут кататься несколько человек. Следующий объект, который нам запомнился, я думаю, не только нам, а всем жителям, это наш уникальный детский парк. На мой взгляд, он все-таки получился, потому что люди довольны, отзывы хорошие. Есть, конечно, разные комментарии, но, тем не менее, в целом, я думаю, все хорошо. Парк Победы мы начали в год 75-летия, на следующий год 80 лет – начало Великой Отечественной войны, и мы должны воссоздать то, что было раньше. Действительно замечательный, просто грандиозный парк в центре города. Будут рады и наши юные жители, гости города, ну и люди старшего возраста. Преображение парков, новые детские и спортивные площадки, обновленные дворы – такова реальность не только Орла, но и районов области. В Дмитровске завершено благоустройство центральной части города. Работы велись на средства федерального гранта. Его выиграл разработанный орловскими архитекторами проект под названием «Голубь-Кантемира». Объект сейчас уже видоизменился абсолютно. Здесь было асфальтовое покрытие, которое требовало ремонта. Это многослойный асфальт, старые клумбы, светкие фонари. Да, пришлось потрудиться. И сложности для нас особо не представлял объект, потому что это не первый объект благоустройства, который мы делаем в городе, в области. Новый облик обрели сразу несколько общественных пространств в Дмитровске. Площадь перед ДК, бульвар, а также сквер, названный в честь основателя города, молдавского князя Дмитрия Кантемира. Благоустройство выполняется в рамках областного проекта «Формирование комфортной городской среды, нацпроекта «Жилье и городская среда». Работы начались в августе, результат налицо. Территория превращается в современное пространство, которое можно и должно развивать и далее. В нем оборудовали новые урны, скамейки, систему освещения. Планируется установка памятника к Кантемиру. Значит, постамент мы уже сделали. Сделали озеленение, высадили деревья. Он должен стать местом, так сказать, туристическим. Ну, это будет хорошо, если будут к нам приезжать люди. Сделали бы очень хорошо. Пройтись можно и погулять где с детьми, с унуками, с правнуками. И теперь у нас будет прекрасная площадь, прекрасный бульвар для проведения массовых мероприятий. Что-нибудь сделали бы. Вот что хочется, чтобы фонтанчик был какой-нибудь, чтобы где-то погулять. У нас красивый парк. В программах, которые помогают благоустраивать дворы и общественные пространства, участвуют все районные центры. На минувшей неделе в Шаблыкино Андрей Клычков вместе с жителями определил план работ на будущий год. Договорились с муниципальным образованием о том, что будет совместное выделение средств и комплексный ремонт. Потому что действительно жители требуют совершенно обоснованно на работу. Причем мы изначально планировали один двор. Но так как комплекс из трех дворов, поэтому мы комплексно сделаем. Договорились уже в июне месяце подвести итоги работы управляющей компании, в определенном порядке подъездов и самих домов. Ну и прилегающая территория уже наша обязанность, которую мы выполним. Ну и напомню, что в районе сейчас подходит к завершению большой комплекс мероприятий. Это ремонт моста, это ремонт парковой территории. Сегодня открыли памятник воинам-афганцам. Преобразования видны, очевидны. Много еще нужно сделать. Наверное, самый главный проект, который Шаблыкина нужен, это объезд поселка, для того, чтобы запустить крупную технику за рамками жилого сектора. Напомним, улучшение качества городской среды стало одним из ключевых составляющих указа президента о национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 года. Так что все большие преображения Орловщины – итог импульса данного федеральным центром. Далее обзор событий и наша рубрика «Интервью». В Орловской области финиширует уборка сахарной свеклы. Предварительные итоги озвучили на аппаратном совещании в областной администрации. Орловщина входит в десятку регионов лидеров страны по производству сахарной свеклы. В 2020 году этой культурой было засеяно более 45 тысяч гектаров. Весь урожай перерабатывается на четырех сахарных заводах региона. В этом году 1112 педагогов Орловщины приняли участие в различных конкурсах профессионального мастерства. Развитие кадрового потенциала региональной системы образования речь шла на аппаратном совещании, которое провел губернатор области Андрей Квичков. Системообразующими для нашего региона являются конкурсы «Учитель года», «Воспитатель года», «Учитель здоровья», «Сердце отдаю детям», «Педагогический дебют», «Воспитать человека» и «Социальный педагог года». Андрей Квичков посетил Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Шаблыкино. Здесь местные школьники занимаются творчеством, проектной деятельностью, осваивают цифровую грамотность, развивая свои таланты. Школьные кабинеты оснащены современными компьютерами, 3D-принтерами, кроме того, приобретены квадрокоптеры и шлемы виртуальной реальности, а также оборудование для обучения оказанию первой медицинской помощи. Сегодня мы продолжим подводить итоги работы Центра «Мой бизнес». Напомню, он был открыт в регионе год назад и уже стал для некоторых предпринимателей настоящим союзником. Владимир Осякин, руководитель Фонда поддержки предпринимательства Орловской области, рассказал нашей программе о том, как такое стало возможным. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Здравствуйте, Наталья. Год назад в Орле был создан Центр «Мой бизнес». Как вы оцениваете этот период и каким он был для вас, для ваших коллег? 28 октября 2019 года в нашем регионе, в городе Орел, открылся Центр оказания услуг «Мой бизнес». В принципе, эти центры открываются по всей стране. Здесь можно даже с некоторой гордостью сказать, что мы были одни из первых по стране, которые именно Центр оказания услуг открыли. За год, да, действительно, очень много интересного произошло. Вы успели стать настоящими союзниками для орловских предпринимателей? Ну, с учетом того, что мы уже 10 лет здесь, да, честно говоря, я думаю, что, конечно, мы уже давно стали союзниками. Но последний год, да, действительно, нам дало очень-очень большую, так сказать, помощь в развитии. Рычагов поддержки бизнеса в Орловском регионе немало. А теперь, что такое Центр? Давайте мы поясним тем, кто еще, может быть, не знает, не понимает, еще кто не был у вас. Лишним точно не будет. Да, лишним не будет. Вся структура поддержки бизнеса объединена в одном месте. Получается, да, на одной площадке. Да, Салтыкова, чтена 34, Центр оказания услуг. Он включает в себя две финансовые поддержки. Это фонд микрофинансирования, это предоставление краткосрочных займов до 5 миллионов рублей для наших предпринимателей. И фонд гарантийный, гарантийный фонд поддержки предпринимательства. То есть это предоставление поручительств по кредитам и по займам, которые предприниматели получают в наших банках и в фонде микрофинансирования. И три консультационные формы, это фонд, Центр поддержки предпринимательства, Центр кластерного развития и Центр поддержки экспорта. Ну, конечно, уполномоченные по защите прав предпринимателей у вас также работают, и со всеми проблемными вопросами можно будет к нему обратиться. Тоже очень популярная форма поддержки, да, на таком региональном уровне, на федеральном уровне очень много предпринимателей обращается. Особенно сейчас в условиях пандемии, когда предприниматели столкнулись с теми или иными проблемами, очень важно найти грамотную юридическую поддержку. Да, да, да. То есть это очень удобно, что он находится непосредственно в нашем же здании вместе с нами. То есть, в принципе, можно сказать, что он находится на площадке Центра оказания услуг «Мой бизнес», аппарат пополномоченного, я имею в виду. А что касается мер поддержки, еще раз я предлагаю напомнить нашим телезрителям, каков пакет документов, что нужно для того, чтобы получить поддержку, как к вам прийти и с чем, чтобы не терять время, а сразу же приступить к работе. Ну, смотрите, Наталья, у нас достаточно широкий перечень поддержки, так сказать, вопросов, по которым мы можем помочь предпринимателям. Поэтому, естественно, и пакеты документов могут быть немного разные. Ну, давайте гарантийный фонд возьмем для примера. Хорошо. То есть, смотрите, клиентами гарантийного фонда становятся предприниматели, которые получают кредиты в банках или в фонде микрофинансирования займа. Если не хватает обеспечения, соответственно, наш гарантийный фонд может помочь обеспечить кредит до 70% от суммы кредита. Для того, чтобы обратиться в фонд, у нас есть несколько каналов связи. То есть, ну, в нынешних условиях, тогда самый лучший вариант, конечно, это телефон горячей линии 44-30-20. Это наш портал msbterrarel.ru. Ну, и, конечно, уже самим пакетом документов мы с удовольствием встретим на улице Слатковщина, 34. То есть, каких-то там особенных пакетов документов нам не нужно. Все, что предприниматель предоставляет в банк, собственно говоря, этого пакета достаточно. Единственное, мы следим только за тем, чтобы не было задолженности по налогам. То есть, как мы государственная поддержка, естественно, не можем оказывать поддержку тех предпринимателям, у которых есть просроченные долги. Вот. Поэтому, говорю, никакого лишнего пакета. Обращайтесь к нам. У нас сейчас в условиях в режиме повышенной готовности срок рассмотрения заявки один день. Это действительно работает. За день мы даем, ну, как правило, положительный ответ. Можно ли сразу обратиться за поддержкой в два фонда? К вам и фонд микрофинансирования. Да, такая возможность есть. Причем этой возможностью очень активно пользуются наши предприниматели. Это в нашем регионе даже, можно сказать, не то, что уникально, но не во всех регионах это возможно. Потому что у нас фонд микрофинансирования и гарантийный фонд – это разные юридические лица. Хотя мы находимся в составе одного центра оказания услуг. А в большинстве регионов это одно юрлицо. Поэтому поручительства по своим же заявам они оказывать не могут, предоставлять не могут. Мы это можем. У нас достаточно активно этим пользуются предприниматели. То есть, допустим, если мы говорим за этот год, фонд микрофинансирования предоставил в районе 450 миллионов рублей займов для наших предпринимателей. И треть, точно где-то в районе трети, эти займы предоставлены под поручительство нашего гарантийного фонда. Наверняка поддержку чаще всего получают люди, которые не первый год работают. Но есть и те, кто открыл свой бизнес, нужен стартовый капитал, с вашей помощью они могут его получить. Сколько предпринимателей Орловского региона начали свой бизнес с вашей поддержкой в этом году? И какое количество обратившихся фондов было зафиксировано в центр? За этот год, да, я специально посмотрел именно период с момента открытия, с 28 октября 2019 года, более трех тысяч предпринимателей обратились. Более трех тысяч обращений, так скажем. То есть из них, конечно, основная масса – это предприниматели, но также достаточно большое количество физических лиц, которые только планировали стать предпринимателями. А вот при помощи только нашего фонда мы зарегистрировали около 150 предпринимателей за этот год. Естественно, посчитать количество предпринимателей, которые мы проконсультировали, которые сами уже обратились в Федеральную налоговую службу для регистрации, таких данных у нас нет, но это тоже достаточно большое количество. Горячая линия работает? Каким образом можно получить поддержку, не приходя к вам в офис? Вот я даже говорю, в этих условиях я бы даже так и советовал, собственно говоря. 44-30-20, там в рабочее, естественно, время всегда есть люди, всегда вам ответят, никогда не будет занято, никогда вам там не нужно будет долго ждать. Вот, практически любой вопрос, это регистрация бизнеса, это вот опять же наше финансирование. Ну вот наверняка возникнет вопрос, новые виды поддержки они будут, на что могут рассчитывать предприниматели уже в будущем году? Мы так, так как мы тоже все-таки хотим расширяться и не останавливаться на одном месте, мы тоже планируем, сейчас решается вопрос о предоставлении нам официального, статуса официального представителя фонда по содействию инновациям. Это федеральный фонд, он больше известен в стране нашим предпринимателям по имени его создателя, это фонд Бортника. То есть это грантовая поддержка, фонд предоставляет, ну гранты, соответственно, это то, что не нужно будет потом возвращать, то есть нужно будет, соответственно, довести этот бизнес до конца, сделать то, что планирует предприниматель. Именно эта поддержка направлена на инновационные сферы, то есть есть, допустим, там 5 или 6 у них направлений по сумме грантов, так сказать, и по направлению, по получателям поддержки. Вот сейчас у нас в Орле работает только одна из них, одна из них, то есть это программа «Умник», которая направлена на студентов последних курсов нашего опорного вуза. То есть студенты, которые хотят стать предпринимателями, придумывают либо какую-то инновацию, то есть какой-то стартап, и участвуют в конкурсе, в общероссийском конкурсе, значит, на получение этого гранта. То есть а теперь рамки будут расширены? Мы хотим, да, мы хотим, если у нас будет официальный статус у нашего центра оказания услуг, мы сможем по всем пяти программам, соответственно, предоставлять эти гранты, оказывать поддержку, то есть готовить заявку, например, да, готовить, сопровождать ее, там, и, соответственно, будем помогать, побеждать, как мы можем это делать. То есть сейчас в нашем регионе эта программа действует, то есть мы, конечно, помогаем, но пока у нас нет официального статуса представителя, у нас нет ни новостей, соответственно, ни каких-то там более четких программных требований к предпринимателям. Когда вопрос решится? В настоящее время этот вопрос решается на уровне заместителя губернатора Тараса Вадима Александровича. Спасибо вам большое за беседу, приходите к нам еще. Спасибо, Наталья. И в заключении новость в федеральной повестке. В следующем году в России может появиться единый портал занятости, а в ближайшем будущем анонсировано открытие Института страхования от безработицы. Об этом написала Российская газета. Если вам интересно, расскажем об этом в следующих выпусках области решений. А я на этом с вами прощаюсь. В студии был Ростислав Билых. Желаю вам правильных решений. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова